Самое важное в этой лекции мы уже обсудили, теперь еще несколько замечаний. Замечание такое. Наш алгоритм легко обобщается на случай взвешенного расстояния редактирования. Что значит взвешенное? Взвешенное означает, что мы вообще-то могли бы захотеть разным операциям присвоить разные стоимости. Сейчас мы и за вставку, и за замену, и за удаление платили 1 рубль. Но есть и приложения, в которых вообще-то естественно было бы разным операциям присвоить разные веса. Например, представим, что вы используете нахождение расстояния редактирования в спеллчекере, то есть при проверке правописания. Когда пользователь набрал неправильное слово, вы проверили, что этого слова нет в словаре, и вы хотите в этот момент найти, предложить ему слово, которое скорее всего он имел в виду, то есть самое близкое. С одной стороны, естественно, в этот момент использовать вот такую вот метрику расстояния редактирования, то есть найти просто самое близкое слово. С другой стороны, непонятно, почему надо считать все операции, считать, что у них у всех один и тот же вес. Очевидно, например, что опечататься, заменить одну букву на другую, которая очень близко на клавиатуре находится, это происходит с гораздо большей вероятностью, чем, не знаю, заменить, например, букву Я на букву твердый знак, который находится вообще в разных углах клавиатуры. Соответственно, может быть желание присвоить, во-первых, разным операциям, например, считать, что удаление это какая-нибудь там дешевая операция или дорогая, например. А во-вторых, можно даже разным парам символов вероятность там или стоимость их замены считать, присваивать разные стоимости. В биологических приложениях также может оказаться по некоторым причинам, что мы считаем, что некоторые мутации, то есть когда мы сравниваем некоторые биологические последовательности, они более вероятны, чем другие. И опять же хотим, когда ищем минимальную стоимость редактирования, ну или обычно там как раз-таки оптимальное выравнивание ищется, мы вполне можем захотеть использовать разные веса для разных операций. Ну вот, к счастью, наш алгоритм очень-очень просто обобщается на такую взвешенную модель. Просто вместо нашей рекурсивной формулы мы для каждой операции можем завести свою функцию, которая отвечает за то, сколько эта операция стоит. И более того, стоимость соответствующей операции может даже зависеть от символа. То есть давайте просто отдадим, пусть вот эти вот функции, которые мы где-то там реализуем или откуда-то возьмем, они и будут решать, сколько стоит соответствующая операция. Вот сколько стоит операция вставки конкретно вот этого символа, сколько стоит операция удаления, ну или там какова вероятность того, что этот символ был удален. Или какова вероятность того, что вот этот вот символ ААТИ был заменен на символ БАДЖИ. Вот вся рекуррентная формула у нас обновилась таким образом. Ну, соответствующие изменения надо сделать в алгоритме, и тогда получится алгоритм, который находит расстояние вот в этом новом определении. Так, все на этом, давайте резюмировать теперь. Что же произошло? Мы ввели задачу нахождения расстояния редактирования. Как обычно, чтобы понять, какие подзадачи нам надо решать и как их друг через друга выражать, мы начали с того, что попытались проанализировать структуру оптимального решения. Напомню, мы посмотрели на последний столбец и сказали, ну, не знаем мы, как он выглядит. Ну, понятно, что выглядит он одним из трех способов, и дальше нам помогла оптимальность на подзадачах. То есть мы сказали, то, что остается без последнего столбца, обязан быть тоже оптимальным выравниванием оставшихся двух строк. После того, как мы записали рекуррентное соотношение, мы сразу же обернули его такой мимоизацией и получили рекурсивный ленивый алгоритм. Или динамическое программирование сверху вниз. После этого мы оценили его время работы, оценив количество серьезных вызовов. Здесь под серьезным мы понимали тот, который приводит к вызовам, к другим рекурсивным вызовам, а не просто сводится к доступу к соответствующей ячейке таблицы. После этого мы посмотрели, как выглядит вообще вся таблица. Мы поняли, что она двумерная, потому что зависит от двух параметров. И что нам нужно при вычислении очередной ячейки. Поняли, что нам нужны три соседние ячейки. И что если мы будем заполнять таблицу по срочно или по столбцам, то у нас будет выполнено следующее естественное свойство. Когда мы решаем подзадачу, то все подзадачи, от которых она зависит, уже решены. Соответственно, это нам позволило переделать рекурсивный алгоритм в итеративный, который по времени работы асимптотически был таким же, но на практике может оказаться и быстрее, потому что у него нет вот таких накладных расходов на рекурсиве. Он не смотрит периодически там в соответствующие ячейки таблицы. И он все-таки рекурсивный алгоритм складывает там какую-то информацию на стэк, то есть вот адрес возврата, еще что-то. А итеративный просто идет и так дубово заполняет всю таблицу. Наконец, после этого мы посмотрели на таблицу. Да, мы поняли, как восстанавливать ответ, как использовать таблицу. И после этого мы обсудили, что вообще-то если нас интересует только само расстояние редактирования, то можно не сохранять всю таблицу, а можно поддерживать только две строки или два столбца. Ну и упомянули, что для восстановления ответа этого не хватит, но есть другой более хитрый алгоритм Хиршберга, который обобщает рассмотренный нами алгоритм, который умеет с линейной памятью за такое же время асимптотически и находить оптимальное расстояние и восстанавливать ответ.